Беседа 4. Вначале было слово, и слово было у Бога. 1.1. Детей, только еще начинающих учиться, учителей не подвергается сразу многим трудам, да и не в один раз немного занимает их науками, а понемногу и при том одно и то же часто повторяет им, чтобы удобнее вложить свои уроки в их ум, и чтобы дети, наскучив в самом начале множеством уроков и трудностей их для своей памяти, не сделались от того неспособнее к усвоению преподаваемого, потому что от трудностей может произойти в них и некоторое расслабление. Таким же образом, желая устроить и свои поучения, и облегчить труд для вас, я понемногу беру с этой божественной трапезы и передаю душам вашим. Поэтому я снова коснусь тех же слов Евангелия, не так, чтобы опять говорить одно и то же, а чтобы только присовокупить к сказанному остальное. Итак, возведем же слово к началу. В начале было слово, и слово было у Бога. Когда все прочие евангелисты начинают с воплощения, Матвей говорит, книга Рождества Иисуса Христа сына Давидова. Лука в начале повествует нам о Марии, а Марк подобным же образом излагает сначала повествование о крестителе. Для чего Иоанн только вкратце коснулся этого предмета, при том уже после тех первых слов сказав, и слово стало плотью. А все прочее, его зачатие, рождение, воспитание, возрастание, минуя, вдруг возвещает нам о его вечном рождении. Какая тому причина, я и скажу вам теперь. Так как прочие евангелисты большей частью повествовали о человеческом естестве Сына Божия, то должно было опасаться, чтобы по этому самому кто-нибудь из людей, пресмыкающихся по земле, не остановился только на этих одних догматах, что и случилось с Павлом Самосадским. Это епископ антиохийский, еретик 3 века. Итак, возводя склонность к падению людей от такого пресмыкания по земле и привлекая к небу, Иоанн справедливо начинает свое повествование свыше от бытия предвечного. Тогда как Матхей приступил к повествованию, начав от Ирода царя, Лука от Тиверия кесаря, Марк от крещения Иоаннова, евангелист Иоанн, оставив все это, восходит выше всякого времени и века, и там устремляет ум своих слушателей к одному. В начале было, и не позволяя уму нигде остановиться, не полагает ему предела, как те евангелисты, Ирода, Тиверия, Иоанна, но вместе с этим достойно удивления и то, что как Иоанн, устремившись к возвышеннейшему слову, не оставил однако же без внимания воплощение, так и они с особенным тщанием повествуя воплощение, не умолчали также и о предвечном бытии. И этому так быть должно, потому что один дух двигал души всех их, а потому они показали совершенное единомыслие в своем повествовании. Ты же, возлюбленный, когда слышишь о слове, никогда не терпи тех, которые называют его творением, равна как и тех, которые почитают его простым сколом. Много есть слов божественных, которым действуют и ангелы, но ни одно из этих слов не есть само божество, а все это только пророчество и божие повеление. Так обыкновенно называют Писание Законы Божие по велению и пророчеству. Поэтому и говоря об ангелах, он присокупляет сильные крепости, творящие слово его. Солом 102.21. Напротив, это слово, о котором говорит евангелист Иоанн, есть ипостасное существо, бесстрастно происшедшее от самого Отца. Это именно, как я и прежде сказал, евангелист, изобразил самым наименованием слово, потому как изречение «вначале было слово» означает вечность, так и выражение «вначале оно было у Бога», показывает его совечность с Отцом. А чтобы ты услышал, что вначале было слово, и признав его вечным, не подумал, однако, что жизнь Отца на некоторое расстояние, то есть на большое число веков, предшествует жизни Сына. И таким образом, чтобы ты не положил начало единородному, евангелист присокупляет «было искренне», то есть от вечности у Бога, он также вечен, как сам Отец. Отец никогда не был без слова, но всегда был Бог, слово у Бога Отца. Собственно, однако же и по статье. Но как же скажешь-то, евангелист говорит, что слово стало в мире, если оно было действительно у Бога. Подлинно оно и у Бога было, и в мире было. Никаким местом не ограничивается, как Отец, так и Сын. Если величие его нет конца, и разума его нет числа, в Солом 146.5, то ясно, что существо его не имеет никакого временного начала. Ты слышал, что вначале сотворил Бог небо и землю. Что ты думаешь об этом вначале? Без сомнения то, что небо и земля произошли прежде всех видимых творений. Так, когда слышишь о единородном, что он вначале был, разумея бытие его прежде всего мыслимого и прежде веков. Если же кто скажет, как возможно сыну не быть по времени после отца, происшедший от кого-либо необходимо должен быть после того, от кого произошел, отвечаем, что таковы только человеческие рассуждения. И тот, кто предлагает такой вопрос, будет, пожалуй, давать еще более нелепые вопросы. Но этого не должно бы допускать даже до слуха. У нас ныне слово о Боге, а не о естестве человеческом, подчиненном порядку и необходимости подобных умствований. Впрочем, для совершенного удовлетворения людей, более слабых, будем и на это отвечать. Скажи мне, сияние Солнца из самого ли естества Солнечного истекает или из чего иного? Всякие имеющие неповрежденное чувство, необходимо признать, что сияние происходит от самого естества Солнца. Но хотя сияние исходит от самого Солнца, однако ж мы никогда не можем сказать, что оно существует после Солнечного естества, потому что и Солнце никогда не является без сияния. Итак, если и в видимых и чувственных телах то, что происходит от чего-нибудь другого, не всегда после того существует, от чего происходит, то почему ты не веришь этому в рассуждение невидимого и неизреченного естества? И здесь то же самое, только так, как сообразно это вечному существу. Поэтому и Павел назвал Сына Сиянием Славы Отчей. Евреям 1.3 Изображаете мы то, что Он рождается от Отца, и то, что Сын совечен Отцу. Скажи же мне, все века и всякое пространство времени не через Сына ли произошли? И это необходимо должен признать всякий, кто не потерял еще ума. Итак, нет никакого расстояния времени между Отцом и Сыном. А если нет, то Сын не после Отца существует, но совечен Ему. Выражение «прежде» и «после» обозначает понятие времени. Без века или времени никто не мог бы представить себе таких понятий. А Бог выше времен и веков. Если же, несмотря на то, ты будешь утверждать, что Сын получил начало, то смотри, как бы через такие умозаключения не дошел ты до необходимости и самого Отца подвести под какое-либо начало. Под начало хотя первейшее, но все же начало. Скажи мне, приписывая Сыну какой бы то ни было предел или начало, и от этого начала восходя еще выше, не говоришь ли ты, что Отец существует прежде Сына? Очевидно так. Скажи же далее. Насколько прежде Отец существует? Мало или великое расстояние здесь ты укажешь? Во всяком случае, ты подведешь Отца под начало? Очевидно, что назвав это расстояние великим или малым, ты будешь таким образом измерять его, но измерять нельзя, если с той и с другой стороны нет начала. Итак, для этого сколько от тебя зависит, ты даешь начало и Отцу, и, следовательно, по вашему рассуждению, не будет уже безначальным и Отец. Видишь ли, как истинно сказанное Спасителем, и как Слово Его везде являет свою силу. Какое это Слово? А кто нещит Сына, нещит и Отца? Иоанна 5.23 Знаю, что для многих сказанное непонятно, потому мы во многих случаях и остерегаемся вдаваться в подобные умозаключения, так как простой народ не может следить за ними, а если бы и стал следить, не удерживает из них ничего с твердостью и точностью. Помышления смертны, боязливы и погрешительны умышления их. Премудрости 3.14 Между тем я охотно спросил бы противников наших и о том, что значит сказанное у пророка. Прежде меня не было иного Бога, и после меня не будет. Исайя 43.10 Если Сын после Отца существует, то, как же сказано, и после меня не будет. Или уже вы будете отвергать и самое существо единородного. И необходимо. Или, наконец, на это дерзнуть. Или допустить единое божество в собственной ипостаси Отца и Сына. Так же, каким образом истина то, что все им было. И если был вес прежде Его, то каким образом существовавшее прежде Него могло произойти через Него. Видите ли, до какой дерзости доводит их умствование после того, как однажды поколебали они истину. Почему же не сказал Евангелист, что Сын произошел из несуществующего? Так говорят Ариане о Сыне Божьем. Как изъясняет это Павел о всех тварях, говоря, называя несуществующее, как существующее. Рим. 4.17 А говорит, в начале было. Последнее же выражение противоположно первому. Но оно весьма справедливо. Бог не происходит ни от чего и не имеет ничего первее себя. Скажи же мне еще, не признаешь ли ты, что Творец несравненно превосходнее своих тварей? Но если бы Он был подобен им, тем, что происходил бы из несущего, то где же было бы Его несравненное превосходство? А что значит изречение? Я первый, и я последний. Прежде меня не было иного Бога. Исайя 41.4 Если Сын не одного и того же существа с Отцом, то Он есть иной Бог. Если Он не советчен Отцу, то после Него. Если произошел не из существа Его, то очевидно сотворен. Если же возразят, что это сказано для отличия Бога от идолов, то не должны ли согласиться, что здесь для отличия от идолов говорится о едином истинном Боге? А если это в самом деле сказано для отличия от идолов, то как же ты изъяснишь все это изречение? И после меня не будет иного Бога. Не Сына отвергая говорить так Слово Божие, а выражая только то, что кроме Бога истинного нет Бога идольского. Но не то, что нет Сына. Хорошо скажет кто-либо, но не должно ли поэтому и слова «Прежде меня не было иного Бога» понимать так, что не было Бога идольского, что следовательно Сын был прежде Отца? Но какой демон мог бы сказать это? Я думаю, что и сам дьявол не скажет этого. С другой стороны, если Сын не совечен Отцу, то почему же ты называешь бытие его беспредельным? Если он имеет начало и сперва, то хотя бы он был бессмертен, он не может еще быть беспредельным. Беспредельное должно быть без пределов с той и другой стороны. Изъясняя это, и Павел говорит «Ни начало дням, ни конца жизни» Евреям 7.3. И это таким образом выражает и безначальность, и бесконечность. То есть как в том, так и в другом отношении он не имеет предела. Как нет конца, так нет и начала. Далее. Каким образом, если Сын есть жизнь, могло быть когда-нибудь время, в которое он не был? Здесь Святой Златоуст имеет в виду выражение «Ариан о Сыне Божием». Говорят, было, когда его не было. Если он есть жизнь, как он и действительно есть, то все согласятся, что жизнь должна существовать всегда, быть безначальную и бесконечную. Если же было время, когда его не было, то каким бы образом он был жизнью других существ, не будучи некогда сам жизнью? Но как же, скажет кто-либо, евангелист Иоанн сам полагает ему начало, когда говорит «в начале было». А для чего, я скажу, ты обратил внимание на выражение «в начале» и «было»? А не помыслишь об изрешении «слово было». Что же, когда пророк говорит об отце «от века и до века ты, Боже», в Солом 89, 3, то уже ли он таким выражением полагает ему пределы? Никак. Он выражает «вечность». Так рассуждая здесь. Евангелист, говоря так о сыне, не полагает ему пределов. Он и не сказал о сыне, имел начало, но «в начале было», через это «было», внушая мысль о безначальном бытии сына. Но вот скажет еще кто-либо, об отце сказано с приложением члена «хи», а о сыне без члена. В подлинном тексте Евангелия это слово относится к отцу. А последнее, к сыну Ариане и Анамии, отсюда делали возражение, что сын не имеет единого божеского естества с отцом. Что же, когда апостол говорит «великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, а также сущий над всем Бог», то вот здесь он упоминает о сыне без члена, как бы определенного в артикле. Но он делает это и в отношении к отцу. В послании к филипийцам он так говорит. «Был образом Божиим, не почитал быть равным Богу». 2.6 Также в послании к римлянам «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». 1.7 А с другой стороны, излишне было бы прибавлять здесь член, потому что выше он был часто прилагаем к слову «бог». Как об отце, говоря евангелист, выражает «дух есть Бог». Иоанн 4.24 «И мы не отвергаем бестелесности в Боге, потому что к слову «дух» не приложено члена». Так и здесь. Хотя при выражении о сыне не употреблено члена, однако с сын, поэтому не есть Бог меньший. Здесь слово «член» означает специальная частица с предрыханием в греческом языке «хи» – свойственна единому, и более такого нет. Например, «бог» – это частица применяется к этому слову. А где нет частицы, это означает «бог» в общераспространенном смысле к богатым и знатным людям. Пояснение. Почему так? Потому что, повторяя слова «бог» и «бог», евангелист не показывает нам никакого разделения в божестве, а даже напротив, сказав прежде «бог» было слово, он, чтобы кто-нибудь не почел божество сына меньшим, тотчас превосокупляет и доказательства истинного его божества, приписывает ему вечность. «Был», говорит, «всегда» у Бога и творческую силу, и им все начало быть, и без него же ничто не начало быть. Это самый отец везде через пророков поставляет преимущественным доказательством своего божеского существа, и пророки часто употребляют этот вид доказательства, и не просто только, но и вооружаясь против честования идолов. «Боги», сказано, «который небо и землю не сотворило, да погибнут» Иеремия 10.11, и в другом месте «я рукой моею распростер небеса» Исайя 45.12, и во всяком случае, он представляет это как признак божественности. Но евангелист недовольствуется и этими изречениями, а называет еще его жизнью и светом. Итак, если он всегда был с отцом, если сам все произвел, устроил и содержит, это выражается словом «жизнь», если он все просвещает, то кто столько безумен, что скажет, будто евангелист хотел в этих изречениях показать меньшую степень божества его, тогда как ими-то особенный можно доказать равенство и нераздельность его с отцом. Не будем же смешивать твари с творцом, чтобы и нам не услышать слов. Стали служить твари вместо творца. Римлянам 1.25. Хотя и говорят некоторые, что-то сказано о небесах, но говоря о них, слово Божие совершенно запрещает служение всякой вообще твари, как дело языческое. Да не подвергнем же себя этой клятве. Для того и пришел на землю Сын Божий, чтобы освободить нас от этого служения. Для того он принял зрак раба, чтобы избавить нас от этого рабства. Для того и подверг себя плеванию, заушению. Для того претерпел поносную смерть. Не сделаем же всего этого бесплодным для нас. Не будем возвращаться на прежнее. Лучше же сказать, еще гораздо тягчайшее нечестие. Не все равно твари служить и самого творца не изводить до ничтожества твари. Сколько, по крайней мере, это зависит от нас, так как сам он пребывает всегда таким, каков есть по сказанному. Ты тот же. И лета твоей не кончится. Салом 101.28. Будем же прославлять его по преданию отцов. Будем прославлять его и верою, и делами. Нет никакой пользы для нашего спасения от правых догматов, когда жизнь наша развращена. Потому направим ее к благоугождению Богу, удаляя себя от всякой нечистоты, несправедливости, любостяжания, как странники и пришельцы и чуждые всему здешнему. А если кто имеет много денег и стяжания, пусть пользуется ими как странник, который спустя немного времени, волей или неволи, должен оставить их, если кто терпит обиду от кого-нибудь, пусть не вечно гневается. А лучше пусть не гневается и временно. Апостол не позволяет нам продолжать гнева более одного дня. Солнце, говорит он, да не зайдет в огневе вашем. Ефесянам 4.26. И справедливо. Надо бы нажелать, чтобы и в такое короткое время не случилось ничего неприятного. А если еще и ночь застигнет нас в огневе, то дело будет для нас еще хуже. Потому что от одного воспоминания о нем возродится в нас безмерный огонь. И мы на свободе, с большим огорчением для себя будем размышлять о нем. Поэтому-то прежде, нежели к погибели нашей настанет покой ночи, и мы вожжем к себе сильнейший огонь, апостол и повелевает предупреждать и отвращать опасность. Страсть гнева сильна, сильнее всякого пламени. Потому и нужно с большой поспешностью предупреждать силу огня и не допускать его до воспламенения. А болезнь это бывает причиной многих зол. Она, не спровергая целые домы, а разрывая давнее содружество, в короткое и скорое время производит самые неутешительные случаи. Движение гнева есть падение для человека. Сказано в серах 1.22. Итак, не оставим этого зверя без обуздания, но набросим на него со всех сторон крепкую узду, страх будущего суда. Если тебя оскорбит друг или огорчит кто-нибудь из ближних, помыслит тогда о согрешениях своих против Бога и о том, что своей кротости в отношении к ним ты умилостивишь для себя более и тот будущий суд. Сказано, прощайте и проститься вам. Лука 6.3. И гнев тотчас отбежит от тебя. При этом обрати внимание также и на то, когда ты, будучи приведен в ярость, удерживал себя и когда был увлечен страстью. Сравни то и другое время. Получишь и отсюда значительное исправление. Скажи мне, когда ты хвалишь себя, тогда ли, когда был побежден гневом? Или тогда, когда победил? Не тогда ли именно, когда увлекаемся гневом? Мы наиболее обвиняем себя и стыдимся, хотя бы никто нас не обличал. И приходим к раскаянии в своих словах и делах. А когда преодолеваем гнев, не торжествуем ли тогда и не хвалимся ли как победители? Победа над гневом состоит не в том, чтобы воздавать за обиду тем же. Это не победа, а совершенное поражение. Но в том, чтобы скротостью переносить оскорбление и поношение. Не делать, а терпеть зло – вот истинное преимущество. Поэтому не говори во гневе – вот и я восстану, вот и я нападу на него. Не сопротивляйся и тем, которые убеждают тебя укротить гнев. Не говори – не потерплю, чтобы такой-то насмеялся надо мной. Да он никогда не насмеется над тобой, разве когда ты сам на него вооружишься. А если он и тогда посмеется над тобой, то разве только в безумии сделает это. Ты же, побеждай, не ищи славу у безумных, но признавай достаточным для себя иметь славу у людей разумных. Но для чего я вывожу тебя на малое и ничтожное зрелище, составное из людей? Возреточат к Богу, и Он тебя восхвалит. А тому, кто от Него прославляется, не должно искать чести от людей. Честь людская нередко находится в зависимости от приязни людей и от вражды и, во всяком случае, не приносит никакой пользы. Напротив, суд Божий чушь такого нестроения и приносит прославляемому от Бога великую пользу. Итак, к этой-то славе и будем стремиться. Хочешь ли узнать, какое великое зло, гнев, встань на площади, когда там ссорятся другие. В себе самом тебе нельзя так видеть это безобразие, потому что разум во гневе помрачается и сознание теряется, как у пьяных. Но когда ты очистишься от этой страсти, тогда наблюдай в других себя самого, так как в это время у тебя рассудок не поврежден. Итак, смотри вот на окружающую толпу, а среди ее на бесчинствующих в раздражении людей, подобно беснующимся. Когда ярость, разгоревшись, в груди восстанет, ожесточится, тогда огнем дышат уста, огонь испускает глаза, все лицо вздувается, руки беспорядочно протягиваются, смешно прыгают ноги и наскакивает на удерживающих. Ничем не отличается раздраженный от сумасшедших. Все делает без сознания и даже не отличается от диких ослов, когда все бьют и кусают друг друга. Поистине безобразен человек раздраженный. Потом, когда после этого столь смешного зрелища, они возвратятся домой и придут в себя самих, то возымеет еще больший скорбь и страх, представляя себе, кто присутствовал при их ссоре. Как безумные, прежде не видя присутствующих, потом, когда приходит сознание, рассуждая, друзья ли были зрителями их или враги и неприятели. Равно боятся они тех и других. В первых, потому что они будут укорять их и увеличат стыд, а в вторых, потому что они будут радоваться о их посрамлении. А если им случилось еще нанести друг другу раны, тогда текяще бывает страх, чтобы не случилось чего-нибудь еще хуже с раненым. Чтобы, например, болезнь от ран не принесла ему смерти, или чтобы поднявшаяся неисцелимая опухоль не подвергла его жизни опасности. И что мне была за надобность ссориться? Что за брань и ссоры? Пропадая не совсем. И вот они проклинают все те случайные обстоятельства, которые послужили поводом к ссоре. А глупейшие из них обвиняют в происшествии лукавых демонов и злой час. Но не от злого часа это происходит, потому что и не бывает никогда злого часа. И не от злого демона это происходит, а от злобы, увлеченных гневом. Они-то сами и демонов привлекают, и всякое зло на себя наводят. Но сердце, скажет кто-нибудь, от оскорблений возмущается и терзается. Знаю это и я. Поэтому-то и превозношу тех, которые укращают этого ужасного зверя. Если желаем, то можем отразить от себя эту страсть. Почему мы не подвергаемся этой страсти, когда укоряют нас начальствующие? Не потому ли, что в нас, при этом случая, возникает страх, равносильный этой страсти, который поражает нас и не допускает даже зародиться в нас гневу? Почему и рабы, получая от нас тысячи укоризм, все это переносят в молчание? Но потому ли, что и на них наложены те же узы? Так это и по мысли о страхе Божьем, о том, что сам Бог тогда унижает тебя, повелевая тебе молчать, и ты все будешь переносить кротко. Скажи нападающим на тебя, что я могу тебе сделать? Некто иной удерживает мою руку и язык мой. Эта мысль побудет и тебя, и его благоразумие. Иногда из-за людей мы терпим даже несносные обиды и говорим оскорбителям нашим. Не ты, а такой ты оскорбил меня. К Богу ли не будем иметь даже и такого благоговения? Какое же будет для нас оправдание? Итак, скажем нашей душе, Бог нас уничижает ныне, Бог удерживает все наши руки, не будем же храбриться. И да не будет для нас Бог менее людей досточтим. Вы ужасаетесь этих слов? Но я желаю, чтобы вы страшились не слов только, но и дел. Бог повелевает нам не только терпеть, когда нас заушают, но и быть готовыми переносить что-нибудь, и хуже того. А мы, напротив, с таким усилием сопротивляемся, что не только не бываем готовы на злострадания, но и стараемся мстить за себя, и часто даже первые поднимаем неправедные руки. Считаем себя униженными, если не воздадим тем же. Странно, что мы считаем себя победителями, тогда как терпим крайние поражения и бываем повержены долу. Получая бесчисленные удары от дьявола, думаем, что мы его преодолеваем. Итак, познаем, прошу вас, этот рост победы. И будем побеждать таким образом. Зло страдать, значит быть увенчанным. Если мы хотим быть прославлены от Бога, будем соблюдать не обычаи мирских подвигов, а закон, данный от Бога для подвигов духовных. Будет все переносить с долготерпением. Таким образом мы победим и припирающихся с нами. И все, что есть в мире этом, и обетованное благо получим. Благодатью и человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым. Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресна. И во веки веков. Аминь.